В Москве завершился Международный геополитический конгресс научной парадигмы цивилизации XXI века. Известные российские и зарубежные политологи, геополитики, экономисты и эксперты рассматривали вопросы развития современного общества. Планетарные масштабы требуют комплексного подхода. По мнению организаторов, на сегодняшний день именно поиск альтернативных моделей позволит создать концептуально новый путь развития. И в этом смысле поиск научной парадигмы имеет четкую цель. Дать представление, обзор позиций, которые представляют разные страны, представители разных стран, научного сообщества разных стран. А с другой стороны, обеспечить контакт между этим сообществом, познакомить людей друг с другом, чтобы люди даже на разных континентах хорошо понимали, что у них есть союзники на других континентах. В условиях современного геополитического перелома нововведение проблем актуально как никогда. Попытки проповедников западных ценностей и сторонников однополярного мира навязать всем несогласным свое мировоззрение должны встречать активные противодействия во всех аспектах, считают участники Конгресса. От военно-политических задач до социальных и общественных процессов. Противостояние ведется в полном смысле за умы людей, считает доктор Гернет Эрнст из Норвегии. По его мнению, мозг человека пластичен и под влиянием разных факторов может менять свои размеры. К примеру, влияние интернета и в частности социальных сетей оказывает кардинальное влияние на умы молодежи. Мозг современного молодого поколения очень сильно отличается от более взрослых людей. К примеру, объем участков мозга, отвечающих за работу с электронными гаджетами, у молодежи намного больше. Также социальные сети зачастую негативно влияют на разум, вызывая зависимость. Российские эксперты также уверены, что уход от традиционных ценностей в современном мире связан в том числе и с развитием технологий, большинство из которых по сути несет в себе разрушительные тенденции. Человек превращается в управляемый технологиями объект. Гуманистические ценности заменяются суррогатом. Сегодня новая технология направлена уже на изменение самого человека. Поэтому такая острая проблема стоит в связи с тем, что мы видим, что меняется самоконцепция человека. И наиболее ярко это выражено в концепции трансгуманизма, который сегодня фактически заменяет гуманизм. То есть речь идет об изменении телесной и духовной природы человека. Поэтому система образования сегодня упраздняется, вместо нее создается система наказки на определенные навыки в профессиональном плане. В мировотребственном плане речь идет о совершенно откровенном системе зомбирования, кодирования и программирования. Опасность вихря оранжевых революций опасной для нашей страны, считает Степан Сулакшин. По его мнению, нашу страну ожидают серьезные испытания. Концепция 2020 года, согласно научной теории, может претерпеть глобальные изменения, если не будет найден альтернативный путь развития. Общественным силам России, здоровым, патриотичным, умным, профессиональным, порядочным, нужно собираться. Нет секретов. Готовят сетевые структуры для оранжевой революции, которая добьет страну. Революции нерегитимного переворота. Нам, обществу, надо готовиться к тому, чтобы, во-первых, противостоять этим планам, а во-вторых, вырабатывать свои планы оздоровления страны. Огромный интерес мероприятие вызвало у иностранных гостей. Представители 19 государств выступили с докладами на научном мероприятии. Интерес к альтернативному видению мира у участников огромный, что еще раз говорит о том, что мир должен быть многополярным. То, что к этому конгрессу приобретен большой интерес, это бесспорно дает основания заключать, что в России формируется центр, который может оказывать противодействие негативным процессам. Причем я могу сказать, что люди мира, по-другому я могу сказать, приехавшиеся из всех сторон мира, не зная деталей ситуации в России, рассматривают Путина и возглавляемую Россию как главную панацею, как главный инструмент спасения от того зла, которое надвигается на весь мир, который однозначно ассоциируется с Соединенными Штатами и их политикой. Взгляды многих устремлены на Россию, как на единственный центр мировых альтернатив. Представители Сирийской Арабской Республики, участвующие в Конгрессе, выразили огромную благодарность за возможность быть услышанными в своем видении геополитических проблем и, в частности, конфликта на Ближнем Востоке. Такие видеореприятия, они очень важны для сирийских деятелей науки, для сирийских информдеятелей тоже, чтобы передать свой голос, свой взгляд на происходящее событие в Сирии. Это очень важно, это очень важно, на самом деле нам не хватает этого в Сирии. То есть мы готовы выступать везде угодно, но нас никто не приглашает, именно из Европы. К сожалению, сами понимаете, что якобы такая эмбарго существует, и сирийцы не дают возможности высказать свое мнение. Поэтому мой приезд сюда, в Москву, на этот Конгресс, очень важен. Я воспринимаю очень хорошо, и это очень важный момент, чтобы передать то, что происходит в Сирии. Развитие альтернатив как элемента стабильности цивилизации, сохранение традиционных ценностей, личностных и духовных качеств человека, военная и экономическая стабильность регионов. Обсуждение всех этих тем не смогло уместиться в рамках одного Конгресса, но объединение усилий в поиске идей и воплощении их в реальные результаты, безусловная главная составляющая вектора развития общества и цивилизации в 21 веке.